Зима – самое подходящее время для творчества. Именно так считают организаторы ледового фестиваля «Наша Орехова». Вслед за Рязанским фестивалем ледяных скульптур в селе Орехово Спасского района состоялся свой долгожданный ледовый праздник. Проект собрал всех желающих из окрестных сел и деревень, а также из Спаска и Рязани. Морозный трон, ледяная избушка, царевна-лебедь и символ наступившего года – тигр. Ледяные композиции в Орехово были, может, и попроще, чем в Рязани, но магия создания скульптур никого не оставила равнодушным. Приезжали большие энтузиасты и наши большие друзья, партнеры, поэтому, собственно говоря, и сам проект, он больше носит социальный план, чем коммерческий. Поэтому ребята вложились своим интеллектом и трудом, а мы вложились и льдом. Вот, поэтому хороший, красивый проект получился, детишкам на славу будет фотографироваться, радоваться. Ну, многие даже таких фигур и не видели, в основном только в больших городах делают, а тут у нас, в нашем, как говорится, отдаленном местечке произойдет такое событие. Фестиваль словно погружал зрителей в самую настоящую сказку. Гимнасты на коньках выкручивали пируэты. Вовсю резвилась новогодняя тройка белых коней. Атмосферности добавляли местные и приглашенные артисты. Самая большая надпись «Наша Орехова» одновременно стала и самой большой ледяной скульптурой. В вечернее время эти слова будут подсвечивать разноцветные огни. Я сюда езжу не первый год. Приятно, что это возрождение села, приятно, что это возрождение традиций русских. В общем, здорово, настроение прекрасное, атмосфера чудесная. Приедем еще обязательно. У нас тут была заросль, клуб не работал. Вот все, конечно, а он очень хорошо сделал. И для детей, и для взрослых очень хорошо, очень. Мы прям довольны, невозможно как. По словам организаторов, цель праздника – развитие существующего нового зимнего парка для отдыха всей семьей. Так что маршрут на зимние выходные может получиться и познавательным, и развлекательным. Герман Гущин, телекомпания «Город».